По сегодняшнему матчу мы видим, как и в игре крылесоветов, что очень мало моментов в атаке. У Локомотива продолжается эта осея. Есть какие-то мысли, как выходить из этого тяжелого положения, потому что защита сегодня хорошо отработала. По всем показателям переиграли Краснодар, если статистически смотреть. Но в нападении без основных зубов и зидоров как бы проблемы. Я думаю, что вы сами ответили на свой вопрос. Потому что когда у тебя выпадает ведущий футболиста по разным причинам, остроты немножко не хватает. И естественно, те ребята, которые у нас есть, мы постараемся позиции подбирать на поле, чтобы это было качественно, чтобы это было безболезненно. В любом случае, что те ребята, которые сегодня работали на поле, Глушенков, Жамалединов, Пеняев, Рапчинский, Тегнизян, Сарвейли, Миранчук, самое главное, который решил и вырвал для команды эту ничью, они в любом случае старались и старались выполнять те требования, которые для них ставятся в организации атакующих действий. Но самое главное, хотел вам сказать, то, что положение не критическое, как вы выразились, это рабочий процесс. Да, мы ждем выхода в строю нашего основного нападающего и все игроков группы атаки. Я абсолютно уверен, что команда будет двигаться дальше. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Ну, конечно, конечно, когда мы готовимся, к тому или иному сопернику, вот обращаешь внимание на те аспекты в игре, когда соперник с мячом, когда соперник без мяча, как нам необходимо правильно обороняться, в каких зонах необходимо прессинговать правильно, где не надо прессинговать и где, наоборот, надо позиционно обороняться. И то же самое с мячом. И, в принципе, в первом тайме мы знали, что команда соперника играет очень высоко в позиционной атаке, что фланги очень высокие. У нас было несколько острых контратак, когда Пеняев, Глушенков, Жемалединов и Рыбчинский буквально вылетали в быструю ответную атаку. Немножко не хватало завершения, немножко не хватало остроты, но это определенные аспекты в быструю ответную атаку, на которую мы делали ставку.